Да, спасибо Диану Владимировну, уважаемые коллеги, добрый день, большое спасибо от себя лично за ваше участие, ваше нервнодушие. На самом деле, действительно, вот моя часть фармакологического выступления именно будет по фармакологической части, а по фармакотерапевтической Гузель Рафаиловна, конечно же, потом расставит все акценты. Что касается фармакологии опиоидов, опиоиды – это, наверное, одни из самых древних препаратов, и первые упоминания о них в текстах шумерах – это 4000 лет до нашей эры уже встречались. И вот такой путь прошли препараты от опиоидов до таких высокотехнологичных осматических таблеток, трансдермальных систем, а теперь еще и средства, которые защищены от злоупотребления, то есть, которые сложно разломать и использовать как-то не по инструкции для получения различных эйфорических эффектов интересных. Вот, но на самом деле морфин до сих пор получают из опиоидов, то есть, вот таким вот старым дедовским способом, потому что так дешевле. Вот, и о чем я хотел сказать таким слайдом, сейчас я тоже привыкну к этому презенту, тут действительно некоторые сложности, а у Алексея, ну, я понимаю все проблемы теперь. Вот, несмотря на то, что морфин – это, ну, наверное, один из самых старых препаратов, вот в чистом виде, сделано уже очень много исследований, но вот последний пересмотр, Кахрейновский обзор, 2016 год, формулировка остается та же самая, что эффективность перорального морфина в лечении раковой боли прошла проверку временем, однако количество рандомизированных клинических исследований, посвященных ее изучению, достаточно ограничено. Несмотря на это, конечно, препарат применяется. И действительно, как совершенно справедливо Алла Алексеевна остановилась на своем выступлении, кроме действия самого препарата, то есть кроме фармакологии, фармакокинетики, фармакодинамики, есть еще фармакогенетика индивидуальной особенности пациента, и кроме того, есть еще особенности самого заболевания, как и в любой области, да, то есть особенности боли, и вы это знаете лучше, чем я, и нейропатические компоненты, и так далее. Ну и даже играют роль психосоциальные факторы, индивидуальные особенности. И вот мне бы хотелось, чтобы вы сегодняшнее мое выступление, здесь будет достаточно много научных данных, мне бы хотелось, чтобы вы его восприняли просто как информацию к размышлению, потому что принято считать, что палеотив и назначение анальгетиков – это самое простое, что есть в медицине. На самом деле вы, назначая, сталкиваетесь с той ситуацией, когда препарат, вот вроде самый эффективный, самый сильный, но он не действует у пациента, действует какой-то другой препарат. Вот какие причины лежат в таком вот разнообразии и вариабельности действия? Что касается фармакодинамических причин, то, ну, классически это связано с уменьшением количества рецепторов. Вот этот самый миоопиоидный рецептор, на который действуют препараты, и, собственно, возникает изменение трансмембранного тока ионов, уменьшается возбудимость нейронов и, собственно, наступает обезболивание, нарушение передачи импульса. Но, с другой стороны, тот же самый опиоидный рецептор может идти по другому пути внутриклеточному, с привлечением такого белка, как арестина, арест, который фактически присоединяется к опиоидному рецептору и вызывает снижение его чувствительности или даже погружение его внутрь в мембрану. И фактически клетка остается без опиоидного рецептора, поэтому, собственно, и действовать ему препарату не на что. Почему я это показываю? Сейчас на грани доклинических, на стадии доклинических и клинических исследований находятся так называемые асимметричные леганды. То есть это те препараты, ну, вернее, это сейчас пока не препараты, а даже лекарственные вещества, потенциальные препараты, которые могут взаимодействовать с рецептором и запускать его активацию по только одному пути, то есть по пути анальгетическому, а не по пути развития толерантности к препарату, то есть вот по этому альтернативному пути. Поэтому эти леганды называют асимметричными, а селективность называют функциональной, то есть действия на один рецептор, но запускаются разные внутриклеточные пути. И есть еще один механизм фармакодинамический, почему развивается толерантность на опиоиды. Это так называемое образование гетеродимеров. То есть когда, ну вот привычный миоопиоидный рецептор, скорее всего, существующий попарно на клеточной мембране, то есть это димер, вместо этого соединяется с дельта-рецептором. Тоже опиоидный рецептор, вы прекрасно знаете, есть несколько типов рецепторов. И вот в таком состоянии чувствительность мио-рецептора снижается, то есть он приобретает другие свойства. Почему я опять же об этом говорю, что сейчас на стадии исследований есть так называемые гетеродимерные и мультифункциональные леганды. Вот конкретный список, то есть это одно вещество, которое может возбуждать миоопиоидный рецептор и блокировать дельта-рецептор, который находится рядышком. То есть это не привычные нам агонисты-антагонисты препараты, которые блокируют и возбуждают рецепторы разных мест. А именно вот эти вот так называемые димеры, которые располагаются рядышком, анатомически, структурно. Ну, возможно, вот эти препараты будут иметь больше потенциал в плане эффективности и больше безопасности. Очень актуально сейчас, ну, по крайней мере, в мире обсуждать вопросы фармакогенетики. Почему актуально? Вы, наверное, знакомы с таким термином персонифицированная медицина. Вот, собственно, персонифицированная медицина с персональным подходом основой является фармакогенетика. То есть учет не просто индивидуальных особенностей человека, а документально подтвержденных особенностей его генотипа и, соответственно, активности работы ферментов, белков и так далее. Ну, вот в плане рассмотрения фармакологии опиоидов здесь, наверное, нужно остановиться на особенностях метаболизма в связи с разной активностью ферментов, цитохромов в печени, метаболизирующих много препаратов, в том числе опиоидов. Это система гликопротеина П, которая кодирует ген множественной лекарственной резистентности. Что такое гликопротеин П? Это тот белок, который выбрасывает из клеток ксенобиотики, ну, в том числе лекарства. Например, из клеток центральной нервной системы из нейронов, в кровь обратно, из печени в желчь, чтобы препарат выводился, нарушает всасывание ксенобиотиков в кишечнике, соответственно, выведение скалом. И в почках мешает реабсорбции препарата, соответственно, обратно остается в моче, препараты выводятся. Ну и, наконец, собственно, сам опиоидный рецептор, который мы уже рассматривали на предыдущем слайде, делая все в том, что есть разные варианты последовательности аминокислотной в структуре этого рецептора, и рецептор тоже может иметь разную функциональную активность. И сейчас, в основном, мы находимся на первой ступеньке познания генотипа, когда мы сравниваем всего лишь замену в пределах одного нуклеотида, то есть так называемые однонуклеотидные полиморфизмы. Вот замена одного нуклеотида на другой, например, аденин и нугуанин, приводит, соответственно, к изменению последовательности аминокислот белка, который должен оказывать свою функцию, и эти замены могут быть синонимичные, то есть фактически функция белка, его активность не изменяется, либо не синонимичная, и вот тогда пациент, который, ну, выглядит как пациент, он не пожалуется ни на что дополнительно, и будет расспрашивать, и анамнез у него собирает, он ничего вам не скажет. То есть у него действительно другой немножко генотип, и он по-другому отреагирует на препарат, и узнать об этом можно только эмпирически, либо персонифицированной медициной, подходя и принципами определив его, соответственно, генотип, особенности генотипа. Ну вот, собственно, если говорить про сам миоапиоидный рецептор, то наиболее изучен полиморфизм, так называемая замена в 118 положении первого экзона аденин и нугуанин. И вот распространенность генотипов со сниженной активностью функциональной миоапиоидного рецептора, вот этот самый рецептор такой красивый, распространенность разная, и наиболее выраженно, наиболее часто встречается, обратите внимание, среди азиатского населения, в том числе гомозиготы, то есть практически неактивный фермент у 15%. Ну, у европейцев здесь все, слава богу, попроще и распространенность меньше. Что означает на практике, ну, по крайней мере, по данным клинических исследований, разная активность этого рецептора? Вот если вы посмотрите морфинэквивалентную дозу, это исследование было в Китае сделано, у пациентов-носителей дикого генотипа и пациентов гомозигот по неактивному миоапиоидному рецептору. Разница в дозировке, ну, фактически в два раза морфинэквивалентной. Опять же, пациент не выдает себя никак, имея вот такой вот генотип. Определить по анамнезу, по клинике, по симптомам невозможно. И этот пациент будет требовать без генетического тестирования вашего большего усилия по тетрованию, дозы, по подбору, дозировке. Это будет больше, дольше, потому что она просто выше. Да, если он был опиоид наивный, ему вот надо дозу подобрать здесь и сейчас. Это был Китай, но примерно те же самые данные по Скандинавии, разница тоже порядка двух раз, если сравнивать дикий генотип и генотип гомозиготный по неактивному ферменту. Что касается гликопротеина П, о котором я говорил, это тот белок, который выбрасывает ксенобиотики из клеток. Здесь тоже есть несколько вариантов полиморфизмов. Генотип гена, который кодирует этот самый гликопротеин. И этот гликопротеин в том числе, субстратами для него являются опиоиды, морфин, фентанил, ну и пока неактуальный для нас метадон. Вот, что здесь, какие есть, так вот, его пространственные структуры этого белка действительно напоминают такую вот помпу, выкачивающую вещества из клетки наружу. Это все происходит затратой энергии. И вот примерно такие вот генотипы встречаются по гликопротеину П, по изменению его активности. И здесь наоборот, ну не то что наоборот, но здесь европейцы с азиатами где-то сопоставимо. По крайней мере, где-то половина европейцев, половина азиатов, если брать вот все варианты генотипов с сниженной активностью гликопротеина П, где-то будет у кого-то она будет нормальной, у кого-то она будет сниженная. А что это дает, как изменяется при этом действие препарата? Вот посмотрите генотип, скажем так, гетерозиготы и гомозиготы по совершенно низкой активности гликопротеина П. И здесь сравниваются пациенты, которые переводились с опиоида на трансдермальную систему фентанила, и, соответственно, вот сколько им пациентам потребовалось дополнительный опиоид на прорывы боли. То есть насколько быстро подбиралась терапия, насколько она была эффективна. У тех пациентов, у которых активность гликопротеина П была минимальная, то есть вот, собственно, мутантные варианты, им требовалось опиоиды меньше. Ну потому что, собственно, весь опиоид оставался, проникал через гемотенцифалические барьеры, оставался в центральной нервной системе, действовал так, как он должен действовать. То есть это была доза меньшая. Меньшая, чем обычно это бывает, да, у обычных людей. То есть вот варианты в плюс и варианты в минус. Что касается метаболизма в печени, это очень сложный слайд, его запоминать необязательно, но показываю его потому, что вот эти вот цитохромы в печени, которые метаболизируют препараты, они, собственно, делают из наших препаратов опиоидов либо активные метаболиты, либо неактивные метаболиты. Без них не обходятся. И наиболее популярными цитохромами, если мы говорим про опиоиды, являются две изоформы. Это цитохром 2D6 и цитохром 3А4 или 3А5. Обычно я их вместе рассматриваю. И вот если мы говорим про вот этот цитохром, то он как раз из всех цитохромов, пожалуй, вообще наиболее вариабельный. То есть здесь описано очень много различных вариантов метаболизма, то есть метаболизма, то есть метаболизаторов, насколько быстро или медленно, или типично пациент метаболизирует препараты. И вот в этом отношении сразу же скажу, что определение полиморфизма по цитохрому, вы понимаете, что это не только для палиативной помощи, не только для обезболивания. Те же самые цитохромы метаболизируют целый ряд препаратов. Я попозже покажу этот список, чтобы охватить, никого не оставить без внимания. И определять фактически вот эти полиморфизмы желательно с самого детства, с самого рождения, чтобы у человека был свой генетический паспорт, чтобы не было потом проблем при подборе терапии, какой бы то ни было. Вот за этим будущее, а мы пока вот только говорим про персонифицированную медицину. Ну, это вот такой рисуночек схематично сравнивается экстенсивный метаболизатор, то есть обычный метаболизатор, с ультрабыстрым или медленным метаболизатором. Если мы говорим про ультрабыстрый метаболизатор, то, соответственно, доза лекарственного вещества очень быстро инактивируется и, соответственно, быстро теряется эффект, если это лекарство. Если мы говорим про медленный метаболизатор, то, соответственно, вещество накапливается, если это активное лекарство. Но мы же говорим, что речь ведем сегодня про опиоиды. Среди опиоидов есть наш любимый опиоид, это тромодол, который является, по сути говоря, пролекарством. Здесь ситуация может быть другая. Пролекарство медленнее превращается в активную форму. И, соответственно, если мы говорим про медленных метаболизаторов, то вот пролекарство будет снижать свою эффективность. Если мы говорим про лекарство, исходное активное, ну, фентанил, например, тогда здесь, наоборот, ультрабыстрые метаболизаторы будут метаболизировать быстрее. Фентанилу повезло, он метаболизируется системой 3А4. Вот, опять же, наш любимый промедол. И в минимальной степени морфин, поскольку он цитохромами в очень минимальной степени метаболизируется, ну, соответственно, ультрабыстрые метаболизаторы, они распространены в Европе, будут, у этих пациентов будет снижена эффективность данного препарата. Опять же, по поводу какого-то клинического преломления, это исследование про тромодол, экстенсивные метаболизаторы и ультрабыстрые метаболизаторы. Разница в переносимости препарата в одинаковой дозировке 100 мг ультрабыстрые метаболизаторы, соответственно, половина пациентов страдала, у них отмечалась тошнота и рвота, а у экстенсивных, у обычных метаболизаторов это около 10%. И с другой стороны, если мы сравним тот же тромодол, пациенты, экстенсивные и медленные метаболизаторы по потребности в дополнительном опиоиде на фоне приема тромодола, да, то есть это проэффективность и со стороны безопасности, и со стороны эффективности будут изменения. И поэтому вот у тех пациентов, у которых есть нарушение активности, вы можете позволить себе исследовать эту активность, то рекомендуется препараты, которые метаболизируются другими цитохромами, говоря про опиоиды, это система цитохрома 3А4, это из нам доступных фентанил, ну и вот здесь вот еще привожу на лаксон, опять же, ему повезло, это антидот, он метаболизируется системой 3А4, и это, опять же, спасает в том случае, когда нужно действие препарата здесь и сейчас, он не метаболизируется системой 2Д6, высоковариабельной, вот это нам тоже как бы вот нас спасает, хотя мы этого не знаем. Сейчас есть несколько обществ научных, которые пытаются создать рекомендации клинические, в том числе вот консорциум клинических фармакогенетиков, и на самом деле не все так радужно даже не у нас, потому что рекомендации находятся на грани подготовки, и готовы рекомендации только по кодеину и тромодолу, ссылочки есть, можно посмотреть потом будет. По морфину накоплены данные о значении именно генетических полиморфизмов миоопиоидного рецептора, по другим опиоидным препаратам данных пока недостаточно для того, чтобы выработать какие-то рекомендации вот на уровне практики о применении препаратов. И видите, такие рекомендации, что вот меркодейный тромодол не рекомендованы у ультрабыстрых и, наоборот, медленных метаболизаторов категорически. Но для этого, конечно же, нужна определитую активность. Это тоже сложный слайд, и показываю я не для того, чтобы вы принимали какие-то решения на основании этого слайда. Хочу просто проиллюстрировать работу, это европейские исследователи, они взяли два показателя. Это показатель метаболизма опиоидов, то есть цитохром, и миоопиоидный рецептор. И разделили все варианты активности и того, и другого на три категории. Функциональный, субнормальный и дисфункциональный. И у них поэтому вот комбинация этих факторов, девять комбинаций вышли. И посмотрите, пожалуйста, всего лишь два параметра, участвующих в метаболизме и в действии опиоидов. И 38% населения имеют низкий риск развития опиоидной зависимости и нежелательных явлений. Это 38%, это только два фактора. Добавим еще один, будет еще меньше. Так ведь? Умеренный риск 48%, когда нужно очень тщательное тетрование дозы. И высокий риск, когда предпочтительно вообще другое обезболивание. Я уверяю, если мы туда добавим еще пару факторов генетических, проценты изменятся не в лучшую сторону в плане простоты терапии. Вот, пока наша персонифицированная медицина у меня на слайде в кавычках, простите, пожалуйста, я не в Минздраве работаю. Вот, поэтому здесь наша тактика остается той же самой. Аккуратное тетрование, учет лекарственных взаимодействий, тщательный мониторинг нежелательных явлений. Поэтому, ну вот, можем ли мы без фармакогенетики? Конечно, можем. Ну, жили сто лет, еще поживем. Так, но, если уж говорить про хай-класс и про индивидуализированный подход, то, конечно, желательно эти возможности иметь. Особенно, когда читаешь вот такие публикации из-за рубежа, что, например, в скандинавских госпиталях, а так, на самом деле, не только в скандинавских, это просто публикация была скандинавских исследователей, они имеют в рутинной практике по анализу крови возможность определить генотип пациента и подобрать дозу, выбрать препарат и подобрать дозу очень быстро. Это им сильно помогает. Нам остается учитывать лекарственные взаимодействия. Ну, и здесь я, наверное, не скажу сильно ничего нового в плане, если мы применяем индукторы, а среди индукторов это в том числе, например, карбомазепин, глюкортикостероиды, индукторы цитохромов 3А4, это может привести к уменьшению при длительном применении, то есть кумулятивный эффект, снижению, соответственно, концентрации терапевтической опиоидов в крови и уменьшению эффективности. Хотя мы вроде бы применяем адюванты, да, то есть нам придется потом, опять же, изменять дозировку, повышать дозировку, корректировать дозировку. И в таком случае, по объединенным данным, эффективная дозировка фентанила увеличивается в полтора-два раза. Ингибирование цитохромов здесь судьба разная, в зависимости от того, это про лекарство или лекарство. Опять же, соответственно, токсичность фентанила может возрастать на фоне ингибирования своего цитохрома, который метаболизирует фентанил. Например, флуконозол или даже сок грейпфрута об этом часто пишут, но никто этого не видел в России, американцы это видят, они это пишут, но, наверное, у нас не так любят грейпфрутовый сок по сравнению с ними. И, наоборот, если мы говорим про про лекарства, то здесь может пострадать эффективность, поскольку ингибирование фермента, но, опять же, нарушает образование активного метаболита. Это мы можем учитывать. Как мы должны понимать, что тот метаболит, тот фермент, который подвергается максимальным вариациям, это цитохром 2D6, метаболизирует большое количество лекарств, однако он занимает всего лишь 2% среди всех цитохромов. Поэтому, когда мы имеем генетический дефект и применяем несколько препаратов, то есть лекарственное взаимодействие, прежде всего пострадает тот, которого мало. Вот в этом и заключаются, скажем так, особенности. Также есть взаимодействие на уровне гликопротеина П, который мы уже рассмотрели. И вот здесь вот хочу привести такую интересную историю. Все вы знаете препарат лапирамид, простите за торговое название, имодиум, применяется для остановки диареи, является опиоидным агонистом. Так ведь? Действуют на опиоидные рецепторы. Наркоман им не интересуется, потому что даже если вводить внутривенно, он не поступает в мозг, потому что это самый главный субстрат для, наверное, гликопротеина П. То есть он его тут же из клеток выводит. Но если применять лапирамид с сильными ингибиторами этого белка, соответственно, он задержится в ЦНС, и описаны даже случаи угнетения дыхания на лапирамиде и даже аддиктивный потенциал. Ну, об этом, я надеюсь, это останется между нами, и пациенты об этом не узнают. Индукторы, наоборот, будут снижать эффективность опиоида. Ну вот, например, опять же, тот же карбамазепин, учитывая, что он еще является индуктором микросомальных ферментов, ну вот, совсем все получается интересно. Обещал показать список. Вот субстраты среди опиоидов разных метапов фармакокинетики, ингибиторы и индукторы. И среди ингибиторов и индукторов очень популярны препараты и ингибиторы, протонные помпы, антидепрессанты, антиконвульсанты, которые используются, в том числе и в палиативной медицине. Конечно, прогнозирование лекарственных взаимодействий – это сложная задача. И вот здесь вот хочу показать, что есть возможность онлайн проверять эти самые лекарственные взаимодействия, но ограничение этих систем заключается в том, что они проверяют взаимодействие двух препаратов. Сайтов очень много разных. Это в основном, конечно же, зарубежные сайты. Ну и еще в качестве финала, помимо фармакологии, есть еще такое понятие, помимо истинной толерантности, есть еще понятие ассоциативная, ну или learned-толерантность. Это когда бывает передозировка при приеме привычной дозы, вроде бы как у опиоид-толерантного пациента. Стали об этом говорить год 1975 в экспериментах на животных. Очень интересный эксперимент, я позволю себе, это экспериментальная фармакология, это животное. Делали морфин и физраствор двум группам животных, крыскам. Через 48 часов, вот, соответственно, первая, вторая, третья. Посмотрите, как изменяется, как быстро приобретается толерантность к морфину. Ну, 10 дней из жизни крысы – это достаточно большой срок, и за это время формируется толерантность. И потом взяли ту же самую группу животных на четвертый день и сделали инъекцию морфина и провели эксперимент по исследованию болевой чувствительности. Это была горячая пластинка в новых условиях, в новых условиях, в новой среде. И толерантность, которая была, куда-то исчезла. Ну, вот это к вопросу о том, что наши пациенты тоже имеют вот эту ассоциированную толерантность. И масштабы опиоидной толерантности, они бывают, ну, совершенно зашкаливающими. И вот такой пример из Азии, когда применяется большая дозировка трансдермального фентанила на фоне, в том числе, приема оксикодона в большой дозе и габапентина для устранения нейропатического компонента. У нас, конечно, таких вариантов нет. Вот ваши… мы тут вот 20 минут говорили, ваше предположение, с чем бы это могло быть связано? Это, напоминаю, Южная Корея, препарат фентанил. Цитохромы? Ну, вряд ли. 3А4 у азиатов, как правило, медленные цитохромы. То есть надо бы ожидать меньшую дозу. Здесь мемопиоидный рецептор, возможно, да, который у них как раз вот очень часто… Потому что такая высокая доза, это, ну, там, 4 тысячи, 3 тысячи тысячи микрограмм в час, очень вероятно. Но тестирование никто не делал у этих пациентов, не выяснял причину. Вот это просто кейсы такие описаны в литературе. Ну, и хотелось бы завершить вот таким вот высказыванием сэра Уильяма Ослера, что если бы пациенты не отличались друг от друга настолько сильно, то медицина бы оставалась наукой, а не искусством. Большое спасибо. Успехов вам. Огромное спасибо, Александр Вячеславович. Субтитры сделал DimaTorzok